Вот сейчас я хочу просто рассказать, как бюджетно и вкусно не сбодяжить, а купажировать ваш кофе Каждый кофе отдельно имеет свои недостатки и свои достоинства У некоторых вообще и достоинств практически нет Поэтому мы эти кофе обязательно смешиваем Чтобы не было, допустим, преимущественно горчинки Здесь преимущественно кислинка Здесь преимущественно аромат Здесь аромата нету, но пенка от него такая замечательная Короче, смотрите Вот, допустим, кофе Жордин Эспрессо Димилану Очень ароматный Вот такой вот прекрасный кофе Опять-таки Жордин классик Классика Ну, чуть похуже, тоже очень ароматный кофе Ой, не с той стороны я открыл Ну, тоже классика Да Хороший кофе Слабый такой обжарки Арабика Неплохой кофе Неплохой кофе Смешано здесь все И вот из Раз, два, три, четыре Из этих пяти Самый Ну, мне не понравился запах Зерна Это вот Леселес Леселект Экстра арома Леселект Ну, он, кстати Самый, наверное, дешевый Из этих Кофе покупаем Заказываем В интернет-магазинах В Беру В Озоне Потому что особо ездить куда-то Мы не можем Да и не хочется Вот Для того, чтобы Не пить что-то одно Потому что Возьмешь любой кофе Даже самый ароматный А в нем кислинка Возьмешь другой кофе В нем горчинка Возьмешь третий кофе Нету аромата Мы мешаем Мешаем От пяти До семи А иногда и до восьми Разных сортов кофе Не сортов Разных Кофе Разных производителей Разных обжарок Вот Я знаю, что В зависимости от обжарки Нужно и помол ставить Но так как мы Все смешиваем вместе Разные обжарки То и помол У меня везде Средний идет Кофе получается Очень неплохой Вот мы Смешаем Вот эту большую кастрюлю А потом Вот на эти Раз, два, три, четыре На шесть Получается шесть литров Это вот литровые Они закрываются плотно Вода из них не вытекает Даже вот горячую воду наливаю Закручиваю Подпотряс немножко Они держат давление То есть Аромат кофе не уйдет Если плотно закрывать Аромат кофе не уходит Нам хватает Вот этих шести литров Ровно на месяц Вот Где-то так Может кому-то будет полезно Тогда ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok